Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня. Комментарии» в студии Роман Быков. В конце марта в центре «Мой бизнес» фонд развития промышленности Тверской области провел очень интересную встречу. Встречались лидеры Тверской промышленности. О чем шла речь? Для чего вообще такие встречи? Насколько часто они проходят? Об этом мы сегодня поговорим с гостем в студии. Это Игорь Антипов, руководитель отдела целевого финансирования фонда развития промышленности Тверской области. Добрый день, Игорь. Добрый день. Игорь, скажите, почему решили провести встречу? Какая была основная проблематика? Стоит отметить, что это не первая наша встреча лидеров промышленности. Мы уже последние три года ежеквартально проводим по разным тематикам. И в том числе обеспечиваем это взаимодействие и помимо мероприятий в соцсетях и так далее. Наша задача делать некоторую кооперацию среди промышленных предприятий путем личного взаимодействия и обсуждения различной проблематики. Темой последней встречи лидеров промышленности была роботизация и автоматизация. Соответственно, одна из ключевых проблем, с которой сталкиваются наши промышленники, это дефицит кадров. По нашему мнению, дефицит вызван в первую очередь демографическим, скажем, провалом. Второе, это непопулярность технологических и технических специальностей, которые, опять же, вызваны общими мировыми трендами. А также, скажем так, оттоком. Наш регион находится между двумя столицами. Также вот это переселение, миграция населения также влияет на наличие кадров. Ну и четвертое, это в целом рост нашей промышленности. Сейчас огромный запас сбыта, предприятие наполнено заказами, соответственно, необходимо удовлетворять потребности клиентов. На мероприятие мы пригласили интеграторов различного уровня, которые способны… Что такие интеграторы, расскажи телезрителям. Да, интеграторы, смотрите, два есть формата. Предприятие может купить оборудование, найти там в интернете любого поставщика, купить, привезти с каких-то дружественных стран, таких как Китай. Однако, тяжело это оборудование внедрить в действие технологическую цепочку. Интегратор нужен для того, чтобы предприятию помочь с этим. По своей сути, оборудование – это, условно говоря, сборка каких-то деталей, запчастей. Но необходимо изучить техпроцесс, необходимо понять, подходит ли это оборудование для конкретно технологического процесса. Его необходимо настроить, запрограммировать, протестировать и в том числе рассчитать его экономическую целесообразность для той или иной операции. Не всегда автоматизация удовлетворяет требования экономики конкретного предприятия. Это очень важно, потому что предприниматель в первую очередь – это про деньги, про доход, про прибыль. И если то или иное решение, оно только повысит расходы предприятия, а не удовлетворит данную задачу, в нем нет никакого смысла. Интеграторы – это те, кто подберут на рынке необходимое оборудование, смогут его внедрить, настроить и, условно говоря, его обслуживать в течение какого-то времени. В целом, автоматизация, по результату встречи, вы сделали вывод, насколько заинтересованы наши промышленники внедрением максимально роботов? Однозначно заинтересованы. Уже многие запускают пилотные проекты на территории своих подразделений. Конечно, очень много в нашем регионе предприятий, которые выпускают типовую серийную продукцию, на которой как раз-таки эта автоматизация в первую очередь и нужна. Когда помимо покрытия дефицита рабочей силы необходимо выдерживать определенный стандарт качества продукции, чтобы шов был определенного размера, условно говоря, и так далее. Соответственно, конечно, заинтересованы, заинтересованы, это всем интересно. Дефицит, как мы ранее уже обсуждали, кадров на уровне 16-20 тысяч человек в промышленности и продолжает расти. Соответственно, чтобы нам сохранять темпы нашего развития, темпы создания внутрирегионального продукта, нам необходимо компенсировать этот дефицит в том числе роботизированным оборудованием. Скажите, это оборудование, где можно закупать? Западом у нас практически полный обрыв контактов. Что, Китай или все-таки наконец-то и отечественная промышленность что-то предлагает? К большому сожалению, конечно, сейчас львиную долю рынка технологического оборудования занимает представитель из Китайской Народной Республики. Однако за последние несколько лет мы видим тренд, сначала это была крупноузловая сборка, потом это уже была локализация каких-то сложных элементов, в том числе подвижных, двигателей и так далее. Сейчас, на примере даже нашего станкостроительного завода, станкомашкомплекс, который находится в городе Тверь, мы видим, что предприятие уже и собственное программное обеспечение локализовало на замену именитых Сименса и Фанук, которые сейчас официально недоступны для наших потребителей. Конечно, это не решает проблему огромного спроса на средства производства и средства труда, но мы идем к этому, идут наши предприятия к тому, чтобы ставить и локализовать на территории Российской Федерации большое количество подобной техники. Скажите, по поводу Китая, я вот слышал, есть проблемы с платежами, как-то эта проблема действительно существует? Да, действительно, эта проблема не была ярко выраженной в течение 2023 года. Начало этого года мы уже видим, действительно, вторичные санкции, которые обременяют ряд производителей, в том числе из Китая. Банки отказываются проводить платежи, в том числе за металлопроводочное оборудование, которое предназначено в том числе для продукции двойного назначения, и платежи возвращаются. Проблема такая есть, действительно, она пока что не носит широкий характер, она пока что решается, но однако мы уже, в том числе с нашими партнерами, с кем взаимодействует Фонд развития промышленности, с ней столкнулись, пытаемся ее решить. Но проблема такая действительно есть. И, скорее всего, она будет только усиливаться. Что делать? Делать необходимо наращивать свои компетенции на территории нашего государства. Необходимо локализовывать большую часть критически важной продукции. Однако, что не дает? У нас есть потенциал, экономика. Для примера, на сегодняшний день отлить станину для токарного обрабатывающего комплекса по деньгам, которые предлагает Китайская народная республика, на территорию секретации просто невозможно. То есть это прям кратно дороже, чем это сделать на территории другого государства. Вот. Собственно, наверное, пока что мы не готовы отказаться от наших китайских партнеров. Ну, как мы видим, мы и по автотранспорту, да, там и так далее. Вот. Но компетенции наращивать все равно необходимо. Хотя бы по ключевым отраслям. Но вы видите, что последовательная работа на плане ведется? Или это какие-то разовые прорывы, что где-то кто-то что-то нашел? Последовательная работа ведется, в том числе благодаря, скажем так, мотивации собственников бизнеса. Опять же, как пример, это станкомашкомплекс, предприятие, которое локализовало, в том числе с помощью средств фонда развития промышленности, устройство подачи прутка в токарный комплекс, барфидер, который раньше полностью покупался в Италии или в Китае. Сейчас под собственным брендом предприятие локализовало полностью новое изделие, и экономическая целесообразность появилась, и это репутация, и так далее. То есть, конечно же, на вот таких активных предприятиях, на активных собственниках держится вот этот весь прорыв. То есть нам необходимы прорывные идеи, нам необходимо иногда забывать про экономику, возможно, да, с поддержкой в том числе фонда развития промышленности, локализовывать какие-то интересные задачи. Ну, хотелось бы, конечно, да, что вы решили эту проблему, а вообще фонд развития промышленности как-то помогает, вот предприятие вот к вам может обращаться, хочу робота купить, условно говоря, станок ЧПУ. Да, безусловно, мы и сейчас финансируем оборудование и станочные парки, и ЧПУ оборудование, и роботизированные, и автоматизированные линии, то есть это наша, в принципе, основная задача. Но, что стоит отметить, на сегодняшний день мы разрабатываем новую программу финансирования, которая удовлетворит потребности именно роботизации. Программа, у которой будут иные целевые показатели, у которой будет иной формат финансирования, которая будет закрывать задачу дефицита кадров. То есть фонд развития промышленности, сотрудники в частности я, мы находимся на земле, мы общаемся с людьми, мы встречаемся с руководителями, собственниками бизнеса. Понимая проблему, мы модифицируем свои программы финансирования. И вот это план на текущий год, внедрение программы, которая будет именно удовлетворять спрос на роботизацию. Ну что ж, я желаю, чтобы все ваши планы притворили жизнь успешно, чтобы перевыполнили ваши планы. Это была программа «Тема дня. Комментарии». Мы сегодня говорили о роботизации, автоматизации, о том, какую работу в этом направлении ведет фонд развития промышленности Тверской области. Удачи фонду. Спасибо большое, дорогие телезрители. До новых встреч. До свидания.